Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые молодые офтальмологи, уважаемый президиум, мои ученики, которые стали зрелыми офтальмологами. Я всех рада видеть сегодня на нашей юбилейной конференции нашего родного института. Мы все выходцы из этого казни ГГБ. Сегодня он отмечает 90-летие. Это великая дата, прошло много поколений, прошло много чередования офтальмологов. И мне очень приятно, что на смену нашему поколению приходит такое продвинутое молодое поколение офтальмологов. Вам держать ракурс впереди, вам двигаться вперед. Поэтому я желаю всем нам дальнейших успехов. Мой доклад будет несколько носить фундаментальный характер. Очень хочется остановиться. Наверное, это первый доклад по диабетической ретинопатии, который будет звучать сегодня в этом зале. Этот доклад является фрагментом научного проекта, который был финансирован Министерством образования науки Республики Казахстан. Мы выиграли конкурс, прошли по конкурсу, получили финансирование. И сегодня хотим поделиться на столь значимом форуме. Итак, полиморфизм гена ассоцированный с диабетом второго типа и диабетической ретинопатии в казахстанской популяции. Учитывая, что в зале сидят молодые офтальмологи, я бы хотела остановиться на предисловии введения в данную проблему. Эпидемиология сахарного диабета и диабетической ретинопатии в мире. На сегодняшний день сахарный диабет является глобальной неинфекционной пандемией. По данным ИДФ, это независимая федерация диабетологов, сегодня в мире каждый десятый из взрослого от 20 до 79 лет страдает сахарным диабетом, что составляет 537 миллионов человек. К 2045 году это число должно увеличиться до 783 миллиона. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 40 лет количество пациентов с сахарным диабетом выросло почти в 4 раза. Если в 80-м году заболевших было 108 миллионов, то в 2019 году их цифра стала 463 миллиона. Согласно оценкам Международной ассоциации по предотвращению слепоты, в 2015 году 145 миллионов человек имели диабетическую ретинопатию. 45 миллионов человек на стадии угрожающей потери зрения. На этом слайде представлены данные Национального регистра сахарного диабета Республики Казахстан. Этот национальный регистр был создан в 2005 году. И здесь представлена динамика заболевших с сахарным диабетом. Однако я хочу сказать, что в национальный регистр могут не все больные попасть. И тогда цифра будет даже значительно больше. В последние годы, последние два года сахарный диабет входит в пакет ОСМС и ГОМ. В связи с этим количество заболевших становится более достоверным. Если мы говорим, что увеличивается число заболевших по всему миру, то то же самое можем сказать и по нашему Казахстану. Данная тенденция прослеживается в показателях 2018-2019 года. 31 2077 новых случаев и 2019-2020 год увеличение на 27 142 случаев. Это достаточно большая цифра по Республике Казахстан. Каковы же эпидемиологические особенности ДР в Республике Казахстан? Заболеваемость диабетической ретинопатии в Казахстане на 2019 год составила почти 12 среди мужчин и 18 среди женщин на 100 тысяч населения. Тренды распространенности диабетической ретинопатии в Казахстане с 2013 по 2018 год увеличились до 32%, частота до 34%, а у женщин уровень заболеваемости стал в полтора раза выше, чем у мужчин. Мы знаем, что в настоящее время во всем мире увеличиваются темпы развития медицинской генетики. Доля наследственной патологии органа зрения составляет до 46%, это данные Нероева. Медицинская генетика в офтальмологии приобретает все большее значение как фундаментальная наука. Поэтому я вначале сказала, что доклад будет носить фундаментальный характер, который объясняет этиологию, патогенез, клинический полиморфизм, мультифакториальных заболеваний. А что самое главное, именно на этом основании можно прогнозировать и строить прогностическую модель развития данного заболевания. Ранними исследованиями были показаны ассоциации некоторых полиморфизмов с предморасположенностью к микрососудистым осложнениям сахарного диабета в различных мировых популяциях. Это и население Якутии, это и население Китая в литературе, население Японии. Мы знаем, что по литературным данным значительная семейная корреляция диабетической ретинопатии свидетельствует о существовании генетической предрасположенности к диабетической ретинопатии. Конечно, генетическая архитектура данного заболевания очень сложна и связана с многочисленными внешними факторами риска и взаимодействия между генами и окружающей средой. Вы знаете, не всякий ген может фенотипически проявиться, некоторые остаются в таком латентном состоянии. Поэтому поиск биомаркеров, генетических маркеров для диабетической ретинопатии, которые способны облегчить раннюю диагностику и прогностику для диабетической ретинопатии, с недавних времен стал очень-очень злободневно актуален. Гипотеза настоящего исследования. Некоторые генетические полиморфизмы ассоциированы с риском развития ДР и сахарного диабета второго типа в казахстанской популяции. Как же происходил отбор полиморфизмов? Конечно, мы базировались на данных литературы. Предыдущими исследованиями выявлены ассоциации некоторых полиморфизмов к предрасположенности к развитию микрососудистых осложнений. Также была возможность использования метода ПЦР и ПДРП, что доступно в наших лабораториях генетически. Также должна быть выдержана частота минорной аллили. Она достаточно должна быть высокой. Почему? Потому что тогда группа набора больных может быть незначительной. Нами для анализа были отобраны 5 полиморфизмов. Это позиция 25-49 гена ВГФ, позиция 429, позиция 374 гена РЭЙЧ, позиция 79-3146 в гене ТСФ7Л2 и позиция БГЛ2 в гене ТГА2. Каков дизайн исследования? Мы взяли 188 пациентов с сахарным диабетом. Были они распределены на две группы. Это сахарный диабет плюс диабетическая ретинопатия. Это было 94 больных. И сахарный диабет без диабетической ретинопатии. Их также было 94 больных. Контрольную группу составили совершенно здоровые люди казахской популяции. Их было 51 человек. Классификация классифицировались по стадиям Кохера. Все так же три стадии НПДР, ППДР, ПДР. И рассматривали проявления отобранных полиморфизмов генов. Дизайн исследования носил кроссекционное исследование. Рандомизация была по методу случай-контроль. Набор пациентов осуществляли сплошным методом по мере поступления в клинику. Больных набирали на базе Глазного института, на базе областной Алматинской многопрофильной клинической больницы и на базе Центра сахарного диабета имени Айканова Айкана Каныча. Результаты обследования были классифицированы в соответствии, как я сказала, по Кохеру. Исследование не противоречило принципам Хельсинской декларации. Мы прошли локальную этическую комиссию, получили одобрение и провели данное исследование. При этом все участники исследования были информированы. Как же происходило выделение ДНК и генотипирование? Выделение ДНК из крови проводилось с использованием коммерческого набора, производства Германия. Генотипирование проводили методом ПЦР-ПДР. Что такое ПДР? Это полиморфизм длин рестрикционных фрагментов. Последовательности праймеров для ампликации необходимых фрагментов были взяты из ранних работ. Продукты ампликации обрабатывали соответствующие эндонуклеазы. Каковы же были статистические методы, которые мы придерживались? Конечно, это критерии студента, критерии Пирсона, соответствие распределения генотипов по Харде-Вайнберга, отношение шансов, которое играло важную роль в построении математической модели. На этом слайде представлена демографическая характеристика групп. Как и сказала, общее количество было в каждой группе по 94, контрольную составили 51. Казахов было 59 с диабетической ретинопатии, с простым сахарным диабетом 64, и здоровые все составили казахская национальность. На этом слайде представлена клиническая характеристика. Как мы видим, что средний возраст составлял около 60 лет, возраст на начало заболевания 47-50 лет, при этом уровень глюкозы был около 10. Характеристика сравниваемых групп. Группы больных диабетической ретинопатии не отличались по демографическим и клиническим характеристикам за исключением длительности диабета. Группа контроля составила 51 больной, вернее, здоровый пациент казахской национальности. Группа контроля достоверно отличалась от исследуемых групп по возрасту, а также по соотношению пола. Сравнение групп. Вот здесь, на этом слайде, представлена сравнительная характеристика групп по полиморфизму генов. Как видите, при сравнении диабетической ретинопатии, то есть ДР против сахарного диабета без ДР ни в статистических достоверных различий ни в одном из четырех генов мы не обнаружили. При сравнении группы диабетическая ретинопатия против здоровых и сахарный диабет без ДР против здоровых, мы получили статистически достоверные различия в гене БДЖЛ-2 гена ИДЖА-2. При изучении ассоциативного анализа полиморфизма именно вот этого гена БДЖЛ-2 в гене ИДЖА-2 мы получили также статистически достоверные различия при сравнении групп диабетической ретинопатии со здоровыми и сахарный диабет без ДР со здоровыми, что говорит о том, что данный ген, данный локус БДЖЛ-2 в гене ИДЖА-2 является, можно сказать, каким-то индикатором в развитии ДР. Мы провели ассоциативный анализ полиморфизма БДЖЛ-2 в гене ИДЖА-2 в подмножестве только лиц казахской национальности. И мы получили такие же данные, как и в общей сравнительной группе. То есть мы сегодня можем твердо сказать, что локус БДЖЛ-2 в гене ИДЖА-2 является генетическим маркером в развитии сахарного диабета второго типа и диабетической ретинопатии в казахстанской популяции. Мы провели логистический регрессионный анализ, то есть провели результаты значения отношения шансов. И когда мы взяли три важных таких фактора риска для развития ДР, как возраст, генотип, который был выявлен нами, БДЖЛ-2 в гене ИДЖА-2 и мужской пол, мы получили статистически достоверные значения только в генотипе БДЖЛ-2 в гена ИДЖА-2а. Заключение. Полиморфизм БДЖЛ-2 гена ИДЖА-2 играет важную роль в патогенезе диабетической ретинопатии, что подтверждается результатами нескольких независимых исследований. В настоящей работе обосновали, что данный полиморфизм может быть ассоциирован не только с диабетической ретинопатией, но и с сахарным диабетом. Согласно нашим данным, рисковой аллелью является дикая аллель БДЖЛ-2, а не минорная, которая считается рисковой для диабетической ретинопатии. Спасибо за внимание. По этой работе у нас вышли две статьи в международных рецендируемых журналах КУ-2. Спасибо за внимание.